Всем привет! Меня зовут Айселу. Это канал ЮниРус, канал, на котором вы изучаете русский язык. Hi everyone! My name is Ayselu. This is the channel ЮниРус, the channel with you studying Russian language. Today we are going to have the revising lesson, where we will revise all cases that we have studied with you before, nominative, genitive, dative, acquisitive and prepositional, plus instrumental cases, in neutral and masculine genders. Это будет очень важный и очень интересный урок, где будет много практики. Начинаем! So, as you can see, here we have the short scheme, which is really helpful if you write down all these sentences, writing like this. Это новый дом. Новый дом. This is masculine. Nominative case. So, if you want, you can make the table and write that. Nominative case. Это новый дом. Then goes genitive. У меня нет нового дома. After нет, always put genitive case. Я иду к новому дому. Dative case. К новому дому. Я вижу новый дом. Acquisitive case. Я вижу новый дом. Я стою рядом с новым домом. Instrumental case. Рядом с новым домом. И я мечтаю о новом доме. Prepositional case. And in that lesson, we are going to repeat with you neutral and masculine. So, don't forget to check the link in the description box. Open this and do these exercises with me. Задание один. Давайте слушать диалог и отвечать. Слушаем. Эрика, слушай, у меня проблема. У меня есть два друга. Один высокий, красивый, спортивный блондин. Он работает инструктором по фитнесу. А другой маленький, толстый, лысый. Он работает большим начальником в департаменте аудита и контроля. И какая проблема? Вчера они предложили мне выйти замуж. Вот я и думаю, кого мне выбрать. А что ты хочешь? Со спортивным блондином у тебя будут красивые дети, а с лысым начальником у тебя будут деньги. Вот я и думаю весь день. Чего я хочу? У блондина есть красота, а у лысого ум. У спортсмена есть здоровье, а у начальника деньги. Марика, а о ком ты думаешь часто? Конечно, о блондине. Но когда у меня нет денег, я думаю о лысом начальнике. А денег у меня никогда нет. А сколько им лет? Спортсмену 32 года, а начальнику 41 год. Конечно, выходи замуж за начальника. А со спортсменом будешь встречаться 2-3 раза в неделю. Ты думаешь, это нормально? Я думаю, что это жизнь. Давай, звони лысому начальнику и говори, что ты согласна. Отлично. Если вы хотите, вы можете слушать аудио еще один раз и делать тест. Итак, это был очень странный диалог. Очень странный. Но, тем не менее, у Марики два друга. Какие? Блондин-инструктор и лысый начальник. Лысый without hair. Они вчера предложили Марике выйти замуж. Выйти замуж means to marry. Выйти замуж. У блондина есть... А у лысого у блондина есть красота. Like the blonde guy has the beauty. У лысого, the bold, ум. Ум is intelligence. У спортсмена есть... А у начальника у спортсмена есть здоровье. У начальника деньги. У Марики всегда нет денег. Никогда есть деньги. Никогда нет денег. Никогда нет денег. Отлично. Отлично. Посмотрим задание два. Слушайте и закончите этот диалог. Посмотрите направо. Вы видите этот старый дом. Этому дому уже 270 лет. Раньше в этом доме жил известный писатель и поэт Александр Сергеевич Пушкин. А сейчас здесь музей-квартира поэта. История этого дома очень интересная. Когда император России... Сколько лет этому дому? Этому дому 270 лет. И вы говорите, что это старый дом. Вот у меня в Швейцарии дом. Вот это старый дом. Ему уже 400 лет. Извините, мы не в Швейцарии. Так вот, посмотрите налево. Вы видите здание МИДа. Это пример советского конструктивизма. Это очень необычное здание. Нет, я не понял. А в Москве есть старые дома? Этому городу сколько лет? Этому городу уже больше 860 лет. Для России это старый город. Очень странно. Город старый, а старого дома нет. Как нет? А Московский Кремль? Вы знаете, сколько Московскому Кремлю лет? Вы знаете, какая у Московского Кремля история? Что вы знаете о Московском Кремле? Вы были в Московском Кремле? А рядом с Московским Кремлем? Кремль? А что это? Итак, следующий памятник архитектуры. Московский Кремль. Пожалуйста, все идем в автобус. Еще один раз и заканчиваем диалог. Это очень интересный и смешной разговор экскурсовода и туристов. И смотрите, да, экскурсовод говорит. Посмотрите направо. Please hear. Look at the right side. Вы видите этот старый дом. So you can see this old house. Этому дому уже 270 лет. So this house has 270 years. Раньше в этом доме жил известный писатель и поэт Александр Сергеевич Пушкин. Like, раньше, like many years ago, in this house, famous writer and poet Александр Сергеевич Пушкин lived. А сейчас здесь музей-квартира поэта. Now it's a museum flat of this poet. История этого дома очень интересная. The story of this house is very interesting. Когда император России, and then she is interrupted, турист is asking, сколько лет этому дому? How many years of this house? Этому дому 270 лет. This house has 270 years. И вы говорите, что это старый дом. And you say that this is old house. Вот у меня швейцарий дом. Вот это старый дом. Like, I have been in the Switzerland house. This is old house. Ему уже 400 years. Извините, мы не в Швейцарии. Sorry, we are not in Switzerland. Так вот, посмотрите налево. Вы видите здание МИДа. Look on the left side. Вы видите здание. You can see the building of МИД. МИД – это Министерство иностранных дел. The Ministry of Foreign Affairs. Это пример советского конструктивизма. Это очень необычное здание. Необычное здание. Unusual building. Турист. Не, я не понял. А в Москве есть старые дома? Sorry, I didn't get. Are they old houses in Moscow? Этому городу сколько лет? How many years has this city? Этому городу уже больше 860 лет. Для России это старый город. Like for Russia, it's old city. Очень странно. Город старый, а старого дома нет. Very strange. The city is old, but there are no old houses. Как нет? How you know? А московский Кремль? Like Moscow Kremlin. And then you can see, like, different sentences, where you can find all the functions of different cases. While reading this, you can also, like, maybe try to underline, if you write down this text. Or you can do a screenshot and underline and try to understand which case can you see. For example, вы знаете, сколько московскому Кремлю лет? Московскому Кремлю лет? Which case is that? This is dative case. Because when we speak about the age, we use сколько лет кому or чему. Кому, чему. Dative case. With the age, we always use dative case. Here we can see dative case of masculine, of adjective and noun. Вы знаете, какая у московского Кремля история? What's the story has a Moscow Kremlin? У кого? Somebody has got something or something has got something. In this case, Moscow has history. This is it, remember, the construction У plus genitive case. If you don't know, don't remember these cases, you can check all my previous lessons from the playlist that you're watching now and repeat all these cases. У plus genitive case masculine. Московского Кремля. Что вы знаете о московском Кремле? Знать о, to know about, prepositional case, о московском Кремле. Adjective and noun. Вы были в московском Кремле? Вы были в московском Кремле? This is again prepositional case, but another function. Московский Кремль в московском Кремле. Place, right? А рядом с московским Кремлем? Рядом с, after s, we always use instrumental case. So рядом с, close to, plus instrumental case. Кремль? А что это? Кремль, what's that? Итак, следующий памятник культуры, московский Кремль. So next, monument of culture, московский Кремль. Пожалуйста, все идём в автобус. Let's go to bus. Давайте посмотрим задание три. Задание три очень интересное. Это задание, где вам нужно посмотреть в интернете, to look in the internet, и сделать этот тест. Вопросы. Где в России есть Кремль? Like, where in Russia there is the Kremlin? Не только в Москве. Номер два. Кремль это? Что это? И в московском Кремле работает кто? Я думаю, что вы можете делать паузу, остановить видео, смотреть ответы, смотреть в интернете, гуглить вопросы. И потом мы проверим. Итак, вопрос номер один. As far as I could google to, because I don't remember for, like, in memory. Где в России есть Кремль? Конечно, в Москве, в Новгороде, в Казани, в Ярославле, в городе Тула, Владимир, Рязань и Тверь. Так говорит гугл. Кремль это дом, house, крепость, fortress, замок, castle. Кремль это крепость. И в московском Кремле работает президент. Президент. Правильно? Да, ура, ура, отлично. We have seen with you all cases of masculine and neutral nouns and adjectives. And let's look here. Here, you don't need to open the full version, because here it's enough to look at the masculine and neutral. I recommend you to maybe to write down a big table. Let's repeat. So, nominative, this is the case, which you can find in all dictionaries and translators. It's like the standard version. And remember, we look today on, ano, masculine and neutral. So, usually adjectives is finishing into we, и, or ои. If you don't remember, check my video with adjectives. Например, старый друг, синий слон, молодой учитель. And neutral, usually the adjective is ое, е, е, and noun ое. Here, if you remember, masculine is zero ending. Красное вино, синее море. Nominative case. Now, let's look. Genitive case. How we make genitive case of masculine. And also, you can see the functions of what we usually use genitive case. You can see preposition. У без, кроме, после, для, около, нет, из, с, от, до. У старого друга, без синего слона, кроме молодого учителя. So, you can see that ending of adjectives in genitive is ово. We read it like ово, в. Or sometimes его, if it's a sound ending, okay, of the word синего. Молодого. And a noun of genitive is usual. We just add а, sometimes я, when it's мягкий знак. Neutral is absolutely the same. Usually, neutral and masculine the same. That's why we have here all together. Нет красного вина, нет синего моря. Отлично. So, the ending of adjectives is ово, ева. The ending of neutral, а, я, in genitive. Dative case. What we have. We use dative case, if you remember, when we say, like, to whom, to give to somebody, something. And also, when we have the preposition, к, like, to go to someone, to something. And we usually use it по. По plus different place. We will see now the example. Еду к старому другу. So, you can see, adjective in dative will be ому, the ending. Ому, soft sound. Ему. Еду к старому другу. Иду к синему слоному. Here it's синий. It's not standard usually. Подхожу к молодому учителю. Dative case, the ending of adjectives and a noun. The same about neutral. Красному вину плыву по синему морю. Плыву по синему морю. I swim in the blue sea. И, also, you can say, гуляю по большому парку. I'm walking in a big park. In this case, we can use по also. Аккузатив. Аккузатив is one of the most difficult. Why? Because acquisitive case is divided into animate noun and inanimate noun. We have studied with you inanimate. And let's look here. For example, вижу хороший дом. Изучаю русский язык. Иду в большой театр. So, here it's the standard. We don't change it. Accusative in animate mescalny remains the same. What happens when we speak about animate? And what does it mean? Like to look at somebody. To see a person. When we have the transitive verb. What's happening in acquisitive? When you use, like to see somebody, to look somebody. We change this animate noun. It will be in genitive case, actually. So, acquisitive animate is genitive case. For example, смотреть на старого друга. To look at old friend. So, instead of changing like this, which is in reality, we don't change. But animate, we change. Here is a good example. Видел синего слона. So, blue elephant. Here, elephant is an animal. In Russian language, all animals are animate. That's why we use acquisitive animate, which is genitive in reality. That's why we say, вижу синего слона. You can also say some phrase like this. Я вижу старого друга. What we can see here? Я вижу, I see, I see who, right? And that's, we use acquisitive. Accusative animate, because старый друг, it's animate, right? It's a real, it's a life creature. That's why we say acquisitive animate, which is genitive case. Genitive case of adjective and a noun. And the ending, as you can see here, will be of adjective over or soft word Eva. And the normal, for noun ending, will be a, we add a or я. Друг друга. Поэтому старый друг will be старого друга. Likely, this rule works only for acquisitive masculine. It's not working for feminine and, of course, neutral, because neutral is always inanimate, okay? That's why we have this. In animate is not changing. It will be the same. В красное вино на синее море. Without any changes, it will be the same. You just need to remember the rule only about acquisitive animate masculine, which is genitive. That was the hardest thing. We can see here all the questions after which we use acquisitive case. And let's look in instrumental case. Instrumental case, we use function. It has the function of some instrument with what, right? And also when, that's a new information for you, when we can see this preposition, such as с, рядом с, close to, над, over, под, under, за, like behind, между, between, и перед, in front of. After all these prepositions, we use instrumental case. How we make instrumental case of masculine, of adjective and a noun? Со старым другом. So you can see, the normal ending of adjective is им, if it's soft word им. And the standard ending of instrumental case is ом, ем. С синем слоном, с молодым учителем. Отлично. And neutral is the same. С красным вином над синем морем. Above, синий, the blue sea, над синем морем. And the last one, prepositional case, which we use when we want to say, where, the place, right? Где, the question, где. Also when we say, когда, when, we use ваут, о ком, о чем, right? And you can see that, в, на, after the preposition, в, на, and о, об. If you remember, об is falling when the noun starts with a vowel. So the ending. О старом друге. You can see, the ending of prepositional case adjective will be о старом, ом, or ем, if it's soft, like синий. Or usually ом. And ending of noun is, like usual, е. О старом друге. На синем слоне. О молодом учителе. В красном вине. На синем море. Неотрул. It's the same. I know that when you, like, see all these endings and different forms, functions of cases, it can be blow-minding and very difficult. But you just need to some time and a lot of practice to remember all these rules. That's why I recommend you to write down all these examples, all the endings. So you can look at these, and when you do exercise, you can always check the endings and the functions of all cases. And, like, eventually you start remembering them without looking at the table, too. Давайте посмотрим задание четыре. Задание четыре. Нужно закончить предложение. You will see different functions, and I'm going to explain you all the functions and why we put it like this. I also recommend you to write down all of these sentences, and in the brackets, write down which case is that. Это большой театр. Что это? Это большой театр. Это номинатив. The question, что это? Это номинатив. Около means, like, near, around. After the word около, we always use genitive case. That's why you can also underline this, and write after. Около, genitive case. Около чего? The question of genitive case. Чего? Because большой театр is inanimate. And the ending of genitive, of adjective and noun, will be... Большого театра. Встречаются влюблённые. Около большого театра. Встречаются влюблённые. So, around, near, the большой театр. Влюблённые, it's like, loved people meet. Встречаются. Отлично. Рядом с, рядом с, рядом с, плюс, instrumental case, да? Instrumental. Instrumental case, рядом с, большим театром. You can go back and check also, right? If you need it. And pay attention. The word большой, after ш, this is like, considered like a soft sign, soft word. And this letter influence, and that's why, instead of just normal ending, ым, in instrumental case, we write, им. Рядом с большим театром, normal instrumental case of a noun, находится цун, like, close to tree theater, with цун, реально универсальный магазин, like, central, universal shop. Все туристы хотят посмотреть балет, где? Like, all tourists want to see the ballet, where? The question where, где, is always prepositional case. Prepositional case, so you can go and look here. Prepositional case. This ending, да? That's why it will be посмотреть в Большом театре. Okay? В Большом театре. And you can see here that we don't change it into ем, because the word большой is kind of different. In the first sign, it was большим. The stress was in this letter. Here it's like a normal. Большом. Номер пять. Сегодня вечером мы идем, куда мы идем, да? Remember, the word идти, that's the verb of motion. After verb of motion, when we want to say where, in this case, the question will be not где, but куда. Куда. And after verb of motion, when we say куда, we use acquisitive case. Мы идем в Большой театр. Acquisitive case of inanimate here remains the same. Большой театр. Номер шесть. Я иду к... After k... I go close to... Я иду к... Датив. Это всегда датив. Датив будет к Большому театру. Я иду к Большому театру. Статив. В... Где? Again, prepositional case. В Большом театре. Сегодня премьера оперы. Today is the premiere of opera. Сейчас, после реставрации. Like, the Большой театр is open after restoration. So here, Большой театр is the subject. It makes the action. That's why it's a subject. And subject is always in neutral. Сейчас Большой театр уже открыт после реставрации. Окей. Отлично. Посмотрим два. Это красивый парк. Рядом с... Рядом с... Instrumental case. Рядом с красивым парком находится наш дом. Рядом с... Около... Около... Красивого парка есть станция метро. Между... Между... Вы помните? Where we use... Между... Instrumental case. Между красивым парком и метро находится маленькая улица. Like, between the beautiful park and metro there is a small street. Маленькая улица. Мама часто говорила о... Говорить о... Always prepositional case. Мама часто говорила о красивом парке. Номер шесть. В красивом... Again... Where? Где? Prepositional case. В красивом парке всегда много людей. Отлично. Номер семь. Перед... After перед we always use again instrumental keys. Красивым парком стоит супермаркет in front of beautiful park. There is supermarket, да? Перед красивым парком. Я люблю этот... I love this. Я люблю что? Аккузатив. Park in any made. That's why we use normal acquisitive in any made, which means masculine we don't change. Я люблю этот красивый парк. Just a normal acquisitive case, which is a nominative. Отлично. Номер три. Neutral. Это маленькое окно. Это маленькое окно. На где, да? The question is where. На маленьком окне, prepositional case, стоят цветы. Над маленьким окном. Over, да? Above. Над маленьким. Над чем? Instrumental case. Маленьким окном солнца. Около чего? Около plus alternative case. Около маленького окна стоит стол. Между between what? Между чем? Instrumental case. Между маленьким окном и столом. Столом. Стоит стол. Номер шесть. Перед, перед, перед чем? Гейнисументал кейс. Перед маленьким окном стоит мальчик и смотрит куда? Look where? We say look в окно. Here, acquisitive case. Смотреть в что? Смотреть в окно. Он не любит это... Accusative, да? He doesn't like what? Он не любит это маленькое окно. Here, neutral, acquisitive, inanimate, which remains the same as a nominative. Сейчас он идёт от, 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 plus alternative case. От маленького окна. Отлично. Это молодой человек. That's a young man. Here we have animate. Remember about it. When we will do acquisitive case. When we have acquisitive case. Это молодой человек. Номинатив. Кто знает кого? Who knows this young man? Знать кого? This is acquisitive animate, which is the same as a genitive. That's why we use... Кто знает этого молодого человека? Кто ходил с, с, instrumental case, с молодым человеком в кино вчера вечером? Почему ты идёшь к, к, плюс статив? К молодому человеку. У, last, gentile case, да? У молодого человека. Of course, for me, this exercise is easy because I'm a native speaker. I know that's for you, it's hard to remember all these forms. So don't forget to, like, look at the ending and trying to remember this eventually. Номер шесть. Кто говорит о... Говорить о... Prepositional case. О молодом человеке. Кто стоит рядом с... Рядом с... Instrumental. С молодым человеком. Ты можешь жить без... Без... Without... Genitive case. Без молодого человека. Отлично. Супер. Это было очень трудное задание. Я знаю. Молодцы. Здорово. И давайте посмотрим задание пять. Письмо. Давайте прочитаем письмо Джины. Окей? Здесь у нас есть письмо, вы видите. Давайте его послушаем. Здравствуй, мой дорогой брат. Как я скучаю по тебе. У меня много новостей для тебя. Месяц назад я встретила Боба. Боб – это самый прекрасный парень в мире. Мы с Бобом ходили в кино и в кафе. Бобу девятнадцать лет, и он студент в колледже. У Боба есть машина. Мы ездили в национальный парк неделю назад. Было здорово. Но я думаю, что родители не любят Боба. Они не хотят, чтобы я гуляла с Бобом. Может, ты скажешь им, что он хороший парень. Потому что я уже не могу жить без Боба. Я думаю о Бобе каждый день и каждую минуту. Вот, пишу сейчас тебе, а думаю о Бобе. Как ты думаешь, я уже люблю Боба? Ой, извини, что не спросила, как у тебя дела. Джон, прости, я должна бежать. Боб ждет меня на улице. Сейчас мы с Бобом поедем в кафе. Пока, целую тебя, твоя Джина. Отлично. Это письмо, которое написала Джина. Это очень интересное письмо. И я сейчас вам скажу интересные фразы из этого письма. Как я скучаю по тебе. It means I miss you so much. Как я скучаю по тебе. I miss you so much. Так, у меня много новостей. I have a lot of news. And у меня, generative case, if you remember. So, while reading any text in Russian, try to look and understand which case is that and why. Так, what's here interesting and unusual, which can be hard. Было здорово. It was cool, it was great. Было здорово. And then you can see from this. Мы ездили куда? Ездили куда? The verb of motion. When we say where, we use a quesitive case. Here, в национальный парк. Quesitive masculine. Но я думаю, что родители не любят. Не любят кого? We say не любят кого, which is accusative. Animate, which is gentive. That's why Boba. Not just Bob, but Boba. Они не хотят, чтобы я гулял с Бобом. I don't want to walk with him. Может, ты скажешь им, что он хороший парень. Он кто? Он хороший парень. Here it's nominative. Потому что я уже не могу жить без... After без, we always put gentive. Без Боба. Я думаю о Бобе. To think about. Prepositional case. О Бобе. Каждый день, каждую минуту. Вот сейчас пишу тебе. Думаю о Бобе. Again. Как ты думаешь, я уже люблю кого? Again. Авце любить. If it's animate, we use gentive. Ой, извини, не спросила, как у тебя дела. Я должна бежать. I need to go. I need to run. Боб ждет меня на улице. Боб is waiting for me outside. Мы пойдем в кафе. And etc. So I think this letter is not difficult, but very useful from the point of view of cases. Давайте посмотрим задание шесть. Here, let's put the correct ending in different cases. Месяц назад Джина встретила кого? To meet someone. This встретить кого? Or, we use accusative case. In this case, Боб is animate. That's why we use genitive. Боба. Они с. Instrumental case. С Бобом. Ходили в кино и в кафе. Somebody has got some age, right? In this case, we use dative case. Don't forget about it. Мне, например, тебе. We use dative. And here, Бобу. Кому. Родители не любят кого? They don't love whom. Again, accusative animate, which is genitive. Боба. Они не хотят, чтобы Джина гуляла с кем? Instrumental case. С Бобом. Она не может жить без кого? Без genitive. Без Боба. Она думает о ком. О ком. Prepositional case. О Бобе. Каждую минуту. Она, наверное, уже любит кого? To love somebody. Inclusive animate, which is genitive. Любит Боба. Сейчас они с кем? С Бобом. Поедут в кафе. Instrumental case. Отлично. И задание номер семь. Это последнее упражнение сегодня. Напишите правильный предлог. We need to write down the correct preposition. Джина ездила в национальный парк. Ездила with Bob. С Бобом. Because we can see also instrumental case of Bob. Бобом. Она не может жить без Боба. Да? Боб has got a car. Somebody has got something. У plus genitive case. У Боба. Джина думает о ком. О Бобе. Каждую минуту. And here you can see very nice. So I type here. Ей нравится быть. She likes to be. And here you can see Bob. Instrumental case. С Бобом. She likes to be with Bob. Да? С Бобом. Отлично. Это был очень важный. Может быть чуть-чуть трудный урок. Но я надеюсь, что это было очень полезно. I hope that this lesson was useful for you. You can do it just to repeat. If you want, you can do it after two weeks again to revise, to repeat all this stuff. And try to look less and less on the table that we have started with you. Спасибо большое. If you have any questions, write them down. Don't forget to subscribe, to support me, to like this video and share with your friends. That's how I understand that I need to continue. Спасибо всем большое. Пока-пока. Пока-пока.